Ночь улица Фонарь. И не просто фонарь, а что важно, ярко освещающий всю проезжую часть. Так будет совсем скоро на улице Свердлова. А пока рабочие произвели разбивку и выкопали ямы под будущие опоры для столбов. Бетонируются закладные, потом устанавливаются на эти закладные опоры, гроненные, силовые. Мы их устанавливаем на закладные из-за того, что если в пределах будет какой-то ДТП или какой-то сломан, столб сломается, чтобы было их легче менять. Из-за этого будут закладные. А насчет мощности мы заказывали с самого завода, и они дают гарантию нам три года, что вопросов нет. Уровень освещенности в полторы тысячи люминов при минимальном потреблении электроэнергии в 150 киловатт. Работы по установке столбов со светильниками начали около недели назад. В общей сложности протяженность этой территории составляет 1 километр 200 метров. Всего будет установлено 38 опор уличного освещения и порядка 74 ламп освещения. То есть они у нас идут по правой части дороги, если мы берем в сторону города Сунджа. Здесь будут установлены двойные лампы. И непосредственно на кругу, это уже центр города, самая загруженная часть, три столба по три прибора уличного освещения. Проведение уличного освещения давно ждут местные жители и автолюбители. Это довольно оживленный участок дороги. Рядом много торговых точек. Многолетняя проблема наконец-то решится. В городском совете депутатов неоднократно поступали обращения, как письменно, так и устные со стороны жителей, о необходимости проведения освещения. То есть мы с главой города обсуждали этот вопрос. И когда уже со стороны администрации поступила инициатива о прокладке освещения и проведении такие работы, депутатский корпус полностью согласился и поддерживал данную инициативу. Безопасных и освещенных улиц в Сунджа становится все больше. Реконструкция сетей электроснабжения началась еще в 2022 году по инициативе местной администрации. Молодой город республики и, соответственно, создание необходимой городской инфраструктуры требует нам большого количества и времени, и сил. Один из основных моментов, помимо всего прочего, на который мы делаем акцент сейчас уже несколько лет подряд, это уличное освещение. На сегодняшний день в городе уже освещено за последние два года около 16 километров общественных пространств. 844 прибора уличного освещения у нас установлены на территории города. По заверениям специалистов, фонари загорятся на ночное дежурство через несколько недель. Тамара Хшагульгова, Али Зязиков, Магаз-24.